Приветствую вас и то что я скажу будет стоять из двух частей. Первая заключается в том, что отвечу на ваш вопрос, вторая будет заключаться в оценке общественной оценки того, что вы назвали. Итак, названный вам термин обозначает, что человек подпринимает окружающий мир людей через свои чувства, через призму своих переживаний, через призму своих эмоций, своих идеалов, ценностей и стремлений. Это означает, что человек окружающий мир воспринимает как вторичное явление, а первичное, на первом месте у него, свои собственные мысли, свои собственные ощущения, переживания и так далее. По большому счету, в чем проблема или особенность таких людей? Эта проблема заключается в том, что такие люди в большей степени являются личностями и слово личность здесь употребляется в том смысле, что человек одинок, то есть он плохо налаживает связи с другими людьми, плохо играет социальные роли, плохо контактирует с окружающим миром и в большей степени ведет беседу, либо сам собой, что присуще философам и дворцам, либо с кем-то, кого рядом с ним нет и в его ближайшем окружении также нет. И такой человек, как правило, страдает или испытывает дефицит всего социального, что есть в жизни каждого из нас. То есть человек испытывает дефицит, например, в общении. Человек испытывает дефицит потребности выразить себя, свои мысли другому человеку. Человек испытывает болезненность при сравнении себя с другими людьми. Потому что ему кажется, что другие люди его, как бы так сказать, собьют, уничтожат, подавят и сделают таким же, как он. Некоторые характеризуются, как люди, противопоставляющие себя в социальной среде, в обществе. То есть делящие мир на «я» и «они». У них нет такого понятия, как «я» и «мы». Есть «я» и «они». И вот проблема заключается в том, чтобы найти контакт между «я» и, собственно говоря, окружающим. Что не всегда получается именно за счет того, что большое значение придается именно улучшенным переживаниям. Также можно сказать о чувствах. На них, также и на переживаниям, на след от этих переживаний, след эмоциональности, оказывает существенное влияние данный вид темперамента. Дело в том, что чувства у этой разновидности сохраняются дольше за счет внутренней подпитки. Значит, они более устойчивы к внешним, ну, как бы, раздражительным, внешним факторам, к внешним отвлекающим и рассеивающим внимание элементам. Ну и, собственно говоря, они более долговечны. Приживания у такого человека, личные переживания, более ярко выражены и имеют долгий след. То есть это означает, что вы будете помнить переживания и испытывать, ну, не сказать, чтобы, вот, знаете, там, те же эмоции, что вот, самая ситуация, самого переживания, но какой-то отголосок чувствовать будете долго. И если, например, экстраверт достаточно быстро забудет что-то, то вы будете помнить. И помнить вы будете, ну, большее количество времени. Насколько больше, конечно, сказать нельзя, потому что указываю индивидуально, но, тем не менее, именно так. Теперь вторая часть, что касается оценки, то здесь нужно сказать так. Вот раньше, допустим, до того, как появились общераспространенные термины, как экстраверт, интроверт, люди жили, в общем-то, в едином социуме. То есть в единой социальной среде. В едином социальном пространстве. И они не делили друг друга на такие вот различия. Кому-то было тяжелее общаться, да. Кому-то было легче общаться. Но тому, кому тяжелее было общаться, конечно, могли помочь. Могли не помогать. Тогда человек думал, что он просто не такой, как все. И у него точно был выбор либо стараться быть таким, как все, либо нет. Но с появлением этих оценок, с появлением ярлыков, которые вешают на людей, я бы не сказал, что жить стало легче. По крайней мере, людям. Людям, как носителей вот этих вот ярлыков. Ну, потому что если человек, вот ты же, позиционирует себя как экстраверт или интроверт, например, то это сразу означает набор определенных качеств, которые при этом ему могут совершенно не соответствовать. Ну, например, экстраверт – это сразу человек ветреный, ненадежный, импульсивный и так далее. Хотя в действительности это далеко не всегда так. Интроверт – это, соответственно, человек нагруженный постоянно в себе, с которым очень сложно общаться, которые там все обдумывают, все перекручивают через себя и так далее. И вообще говоря, а социальный элемент. Но вы же понимаете, что это в действительности не так. Что нету такого уж четкого различия между импираментом на самом-то деле. Потому что жизнь, обязанности, нужды и потребности у всех одинаковые в принципе. И люди пытаются каждый этого достичь по-своему. Да, отличия есть. Отличия есть у всех. Ну, не нуйно пытаться эти отличия сразу обосабливать от какой-то ерунда. Это очень смешает. Поэтому я бы не торопился называть вас «напроверт». Если даже какие-то признаки у вас есть. Возможно, имеются какие-то комплексы. Возможно, имеются разрешенные проблемы. Возможно, имеются что-то еще. Может быть, страхи. Которые, если убрать, появитесь вы настоящие. И какой вы настоящий, никто не знает. Но вот главное не бояться узнать себя настоящего. Главное не бояться увидеть его. А постараться принять. И быть готовым ко всему. И тогда вы сможете быть с тобой. Я пристаю счастье. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы останутся, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше. Вам надо записатьji. Подписывайтесь на мой канал. ے-у к exit Подписывайтесь на мой канал. Пока kita bitcoin